Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас наобзоре новенькая игрушка про Юху и его друзей, которая называется Доктор. О нет! Плоды на дереве погасли! Кому-то нужна помощь! Давай зажжём их! Так, нам что, прицел нужно переводить, да? Вот. Отлично. Мы лечим дерево, да? То, что нужно! Хорошо! Молодец! Ура! Все плоды снова горят! Прикольно так, даже вставочки мультяшные. Ого! Надо мультик посмотреть, я мультик не смотрел, поэтому не знаю, что и к чему. Так, вот у нас даже земной шар, прикольно, смотрите, можно его по-всякому вращать, можно вот изучать географию, да? Ой, только я его перевернул, а-а-а, кер-тормашки. Так неудобно будет, смотрите, серьёзно. Можно как угодно его вращать. Обалдеть, интересно. То есть, ну, животные тут как бы, ну, разбросаны, как сказать, а, в разброс, то есть не там, где они вообще обитают, в природе. Могут появиться там одно и то же животное в разных местах, как бы. Это нормально, в таких играх. А давайте начнём, не знаю, с кого. Хотя вот панда, в принципе, с этой панда в Китае, да? Панда в Китае должна быть... Давайте начнём с пандой. Отправляемся в Китай. Родина коронавируса. Так, получается, нам... Ого, что это у нас такое за звездолёт? В виде божьей коровки. Ничего себе, чудо техники какое. Прикольно. Только что... А, всё, нужно нажимать и держать. А я нажимаю, один раз нажал, ещё раз нажал, а оно плохо летает. Оказывается, вот нужно просто нажать и держать. Разобрался. Такие прикольные декорации, прям как в аватаре. Ой, а может вниз нужно? Ты уже близко к цели. О, нет, нужно было облетать вверх. Ну, как бы, это детская игра, поэтому тут разбиться нельзя. То есть, просто можно как бы там врезаться, об этом жалеть, но вот всё равно лететь дальше. Тучки прям такие, прям... Графика чуть ли не 3D. Красиво очень. Прилетели. Так, но главное вылечить теперь. Долететь это ещё одно. Там какая болит. По планете. Путешествовал, да и лечил зверушек. Класс. С приземлением. Вот наш корабль летающий. А мы все вместе отправились на лечение? Похоже, у животного насморк. Скорее бежим его лечить. Ну, 5 докторов, конечно, его вылечат в раз. В миг, да? Рассказывай. Пациент. Что у тебя там не в порядке? Нужно измерить температуру. Так, температура можно измерить старым добрым этим градусником штутным. Перенеси градусник к животному. Он более точно её меряет. А можно вот с современным электронным. Не так. Не так? А как? Куда? Тошка. Ой, какая высокая температура. Ого, 40. Да ну как это? Ой, какая высокая температура. Дай животному высморкаться. Так, вот такой пауточек красивый в китайском стиле, наверное. Нужно выкачать сопли. Ух ты. Не очень приятная процедура. Верно. Так, нажимаем. Обычно детям она крайне не нравится. Узнаю на личном опыте. Теперь закапаем нос. Капаем капельки какие вот. Верхние, нижние. Мне почему-то нижние всё нравится. Пока вот. Ииии. Шмяк. Брызг. Давай приготовим фруктовую массу. Ну конечно, я помню, да. Всегда мы делаем витамины... А, стоп. Даже какие-то определенные фрукты нужны, да? Хорошо справляешься. Так, виноградик. Киви. Так вот, всегда мы делаем фруктовые коктейли. И они всегда помогают в лечении. Теперь перемешаем их. Какая красивая получилась у нас такая субстанция. Так как радуга. Намажь животному нос. А... Тем, что мы сейчас сделали, мазать? Или чем-то другим? Коктейлем, что ли, мажем? Животное выздоровело. А пить коктейль? Ты молодец. Ладно, разберемся. Обычно первые вот эти вот лечения, так скажем так, немного сумбурные, непонятные. А теперь мы можем с ним поиграть. Да, вот это классно. А вот потом уже немного разобрался, что к чему. И можно дальше вот спокойно уже лечить. Выбери персонажа, с которым мы будем играть. Ого. Ну давайте, кто мне здесь нравится. Я, если честно, не знаю, как их зовут. До конца еще не выучил. Всего... Пламя. Как, как? Пламя. Всего пару раз как бы играл в игры про них. Давай поиграем в прятки. Попробуй найти животное. Так, вот нажимаем. Правильно. Опа. Два. Ого, десять раз нужно находить. То, что нужно. Понятно. Молодец. Шарарамет было похоже. Это мы как-то тоже... Верно. Такая игра там, где вот заповедник. Тоже мы там животных, которые... Молодец. Выглядывали мы на них нажимали. Теперь патент счастлив. Ты справился. Прикольно. Ты получил новое украшение для планеты. А, вот оно что. То есть мы... Крутили глобус, получается... Животное выстрелило. Класс. Смотрите, мы крутили глобус, была планета пустая. А, вот теперь на ней будут появляться декорации. Здорово. Смотрите, вот сфинкс уже появился в Африке, да? А сфинкс появился там, где он должен быть, в принципе. А, так. Ну, давайте полечим еще кого-нибудь. Их четверо осталось. Было пятеро, а теперь четверо. Но я думаю, они будут обновляться, да? Когда мы всех вылечим, интересно. Что же будет? А, ну давайте тогда поближе к сфинксу пойдем. Или давайте лучше в Австралию. Что у нас в Австралии? Кингруппа идея, да? А, смотрим. Вперед! Хотя я не знаю, на кого это похоже. Сейчас увидим, когда прилетим. Берись за штурвал и летим. Так, летим мы опять так же, да? То есть, получается, у нас поменялись декорации. Теперь у нас такие вот пустынные. Саванны. Так, а я облечу? Так, нет. Осторожнее! А как же нужно было облетать ее вверх? Не могу. Внизу мне намочило дождь. Крылышки мои. То есть, там у нас был лес, деревья такие зеленые, роскошные. А здесь пустыня, пальмы. Всякие баобабы там растут. Леж что-то путаю уже. Ладно. Еще пока я не изучил игру до конца. Ого! Ураган. Могу ли я сверху облететь? Да. Еще-то многое зацепило. Все прилетели. Так, самое интересное, кто у нас здесь будет. Кенгуру, не кенгуру. Это у нас слон какой-то приземлился на таких нагарах. Кажется, у животного жар. Скорее бежим его лечить. Ну, в общем, не знаю. Хвост есть, уши есть. Хотя, уши не как кенгуру. Наверное, все-таки кенгуру. То есть, каждая страна чем-то своим, каким-то своим животным знаменита. Это, допустим, Африка. Там, к миру, слоны. Там, Китай. Это панды. Австралия. Это кенгуру и так далее. Так, давайте, давайте верхним радостником. Этим ртутным, да? То есть, этот радостник нам нужно ставить в рот. А я по старинке, в кавычке, думал, подмышку сюда. Что-то тоже сорок. Да что ж они все. Давай протрем пот, Салбан. Так, стираем пот. Лето, а они болеют, а? Давай наполним льдом мешочек. Ого. Да, а, нужно ловить. Понятно. Не могли бы дырочку немного побольше сделать, чтобы легче ловить было. А то такая маленькая. Ну, ничего, мы справимся, да? Девять. И десять. Этого достаточно. Перенеси мешочек на голову. То есть, теперь выбираем, да? Либо синенький такой, либо зелененький. Ну, пускай верхняя. Неправильно. В прошлый раз было все у нас нижнее, теперь все верхнее будет. Время для фруктового сока. Ух ты, класс. Вот так. Разбиваем. А можно на несколько частей? Нет, только на две. Как вот это? Выграют там вот эти популярные суши там и так далее. Киви. Апельсинчик. Бананчик. Ананасик. То есть, все цитрусовое. Ну, тоже верхний стаканчик. Не так. Пей. Вот. Вместо носа. Животное выздоровело. Ты молодец. Вы видели, у него там крылья сзади. Такие вот, типа. Это точно не кенгуру. Это... Кто это? Какая-то летучая мышь, что ли? О, блин. Я просто... Не ожидал. Пока он руками не махал, я уверен был, что до кенгуру. Ну, хотя да, уши не как кенгуру. То есть, уши остренькие, как вот у летучей мыши. Видите, да там сзади перепонки такие на руках. Так, да, теперь... Поиграем вот этой вот девочкой. Ага, то у нее такой фотоаппарат. А я думал... Так, опа. Что же это у нее за штукинца такая красивая? Два. Две фотки. Опа, три. Четыре. Такая фотка у нас уже была, но я думаю... Мы же не найдем здесь одинаковых, в отличие от разных поз. Придется повторки делать. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И последнее, десятое. Отлично. Ты получил новое украшение для планеты. Самолет, да? Ух ты, прикольно. Интересно, сколько же здесь всего... Животное выздоровело. Этих вот декораций. Но об этом мы когда-нибудь узнаем. О, видите-то, он не просто вот стоит как сфинкс, да? Он летает или нет? Нет, он не летает. А только что ж просто летал. Прикольно вообще. Нет, он все-таки летает. Обалдеть. Вот это классно, слушайте. Как красиво. Вот это мне нравится. Я говорю, мальчик, нравится техника. Особенно, когда она красиво сделана. Вот. С Австралии перелетела в Южную Америку. Полетела потом... Куда? Опять в Австралию? Да, в общем, такой маршрут у этого самолета. Так вот. Другие декорации, наверное, мы уже рассмотрим в нашем следующем обзоре. Полечим других зверей. Но если вы не хотите ждать, хотите сами все это сделать, то можете скачать себе эту игру. Ссылочку я, как всегда, оставляю в описании к этому видео. Сразу можете ее увидеть. Качайте, не бойтесь, игра проверена, классная. Ну, если вам понравилось это видео, то поддержите его своим лайком. И оставайтесь с нами. Пока-пока.